Ну, здравствуйте, друзья мои! Мэр, вас рады приветствовать на нашем канале, носящем гордое и прекрасное название жук-муравейники. Мы это, значит, Лев Александрович, его знаменитый благородно-донский затылок, и вот Павел Александрович. Он вообще в капушоне, его вообще даже не видно. Итак, что у нас сегодня? Значит, воскресенье, 16 сентября, московское время. Сколько московское время? 17, 14, 28, где-то так или 9. Мы, значит, находимся в акватории реки Бетюг. Протекает такая в нашем городе Боброве Воронежской области. В месте, которое именуется уголок. Ну, я вам в прошлый раз отсюда, собственно говоря, и начинал наш поход. Течение у нас идет тудой. Не, отставить, навстречу. Мы сейчас плывем против течения. Вот, река вот так поворачивает, вот так, а потом резко туда охлобысь. Поэтому называется уголок. Вон там прямо, это за тон. Там нет никакой реки. Мы пока двигаемся вон туда. Да, Левчик? Туда. Ты глянь, комар меня падла кусает. Погода у нас, как видите, пасмурная. Нас может распугать. Дождь, гроза. Но мы не спугливых. Нам пофигу. Ты там в воду не кунайся, товарищ. Ну, то придется мне тебя извлекать из воды. Ну, что? Весла на воду. Погнали. Погнали. Итак, мы, значит, высадились на берег. Высадка не прошла. Без жертв пострадали. Левины самоплясы. Лева теперь босый у нас. Ну, тут вроде трава, и все хорошо. Здесь достаточно... Это то же самое место, на котором мы были в прошлый раз. Здесь сейчас вода упала. Трава хорошая. К мышей нету. Паша, вон, что там, Паша? Вода, ты так идешь, как будто там это... Как будто... Как их там зовут-то? Этих зверей из Дон Става. Как будто они здесь все кучами своими завалили. Нету куч, да? А, это про бифало? Да, да, бифало как будто там понавалили. Он так это... ногой. Я тараго добываю. Значит, сейчас мы здесь... Это тарагос как раз добываешь. Кстати, мы вчера о нем говорили, его можно кушать. Не хотите попробовать? Смотрите, я вырвала рагос. Вот эту часть, где тут она есть. Ее вот так где-то надо отрезать, найти там беленькое. Но это хреновый рагос, нужен свежий. Это плохой. Это есть нельзя. Так, ладно, я его сейчас... Как? Это старый рагос. Выкинул. Ладно, рагос мы пока жрать не будем. Мы пока сейчас тут попробуем расположиться. Так, курточки надо ваши посушить, положить. Не так. Сейчас будем пытаться ловить рыбу. Так, ладно, все. У меня вся задница мокрая. Ничего, высохнет. Ну, дождя по-прежнему ожидаем. Но нам не страшно, мы на место прибыли. Если что, мы тут как-нибудь переждем. Если что, мы тоже топором завалим. Вот наш знаменитый зелонодарковский топор. И мы его и зарубим. И лопатой. Лопатой нет. Короче, ребятушки, девчатушки, мы тут дятла запалили. Но вы его, скорее всего, не разглядите. Вон он на самом верхушке сидит. Долбит что-то. Когда двигается, его видно. Но у меня больше не увеличивается. Все. Видите его, да? Я вижу. Наконец-то. Ну, а я его не вижу. Ладно. Хрен с ним. Рыба, короче, не клюет. Вот погода, как видим, портится. Но мы уже нашли, где нам скрыться от дождя. Если что, тут под деревцом будем перемещаться. Так что сейчас, наверное, мы придадимся трапезе. Дятел еще гад против солнца сидит. Вон он наверху. Сокол забрался, не боится. Зачем бояться? Он вроде как летать умеет, да? Да. У него есть такая фича. О, он с другой стороны бить начал. Ну, он там раздалбивает кору, ищет всяких жуков, короедов. Вот почему я не понимал. Почему он такой тонкий ветвь взял для дупла? Не, он не дупла делает. Он пищу добылает. Так, ладно, выключаемся пока. Так, наш знаменитый пенек. Мы его в прошлый раз снимали. На нем тут все еще остался один грибочек. Типа рейши. Второй был где-то сбоку. А, вон он он. Вон он он. По-моему, еще было. Видите, как вот все капитально заросло? В прошлый раз он здесь стоял. Одиноко. А теперь вот на нем, кто знает, понял. Кто не знает, объясним. Вот это называется хмель. Это у нас дикий хмель. Обвил наш пенечек. Тут полно этого хмеля. Полно тут... Как ее там зовут? Мят ее зовут. Вот она, мята. Вот она, мята. Тут ей прекрасно все пахнет. Вот она тоже, мята. Речная, разумеется. Ну, вон. Против света. Плохо видно. То, что у нас называется Тимофеевка. Вот она, она. Ну-ка, покажи мне ее нормально. Не хочет показывать. А, ладно. Фиг с тобой. Так, он. Вон гребет Лев Александрович. Лев Александрович трапезничает. Да ничего. Делаю записи. Что я делаю. Вон здесь напротив у нас какие-то совершенно голые, без коры деревья. Ну, они мертвые. Они засохли, да. Папа! Давно. Ты мне показывал окрестности. Потому что приедут бобров. Да пусть приезжают. На это место приплывают. Да ради бога. Пусть приплывают. Так, а мы сейчас пойдем попробуем прощемиться через Костерим. Конечно, будет сделать нелегко. В прошлый раз я ходил, тут все было практически голо. Ой, да что ж такое? Будьте здоровы. Так, ну давайте попробуем. Ну, тут какая-то тропа. Кто же ее протоптал? Ну, явно не ежим. Есть предположение, что люди. Вот она пошла. Куда-то так. Куда же мне лучше рвануть? Влево или вправо? Пойдемте вправо. Там где-то дерево должно быть поваленное. Да, ни хрена тут заросло за лето. По пояс. Какой по пояс, по шею. Да, неплохо, неплохо. Где же дерево? Где же дерево? А, вот оно, оно. Его практически не видно. С ума сойти. А, ну все поросло. Не, это пенек. Это не дерево. Слушай, дерево, а где ты есть? Я ж тут тебя помню. Ты лежал такой большой. Ты же не могла отсюда не спалиться. Я ж под тебя гонзил. А, вот оно ты. Вот оно. Нашлось, наконец-то. Наконец-то нашлось. Как у тебя так подойти получше? Чтобы не собрать всех насекомых Бобровского района на себя в одну секунду. Попозняк я уже собрал. Гляньте. Я уже весь в этих. В какой-то бяке весь. В семенах. Ну что ж, будем обираться. Будем обираться. А ты как хотел? Куда еще приехал? Это же дикая природа, брат. Так, вот знаменитое наше дерево, вывернутое с корнем. Ну, теперь его уже даже не видно. Так, вот под этим мы намеревались скрываться, если подуть дождь. Но его пока нету. Пока нету. Так, вон Лев Александрович бродит. Его видно? А на экране его не видно. Должно быть видно. Он же бродит там. Странно. Ну-ка, если приблизить. А, вон его шляп мелькает. Вон его шляп мелькает. Так, ладно, что? Я буду семена обирать. Гляньте, какая жопа получилась. Я весь в какой-то галлюсти. Ладно. Пока прерываемся. Дождя вроде нет. Ну, а нам и хорошо. Что это такое? Желудь упал. А что, у нас дуб, что ли? Ну-ка, я что-то не вижу отсюда. Что за листья? Нет, так-то точно не выйдешь. Вроде как дуб. Ну да, дуб. Последний желудь упал с дуба. А да что ж такое? Ребятушки, девсяточки. Смотрите, вы тут грибы какие-то нашли. Ну, это, судя по всему, вешенки. Или что-то типа того. Вот еще одна растет. И вот еще группа. Мы, разумеется, их собирать не станем. Так, ну все, мы сворачиваемся. Короче, рыба у нас сегодня ловиться отказалась. Но мы особо не расстроены. Был небольшой дождик, но он прошел. Сильно нас не намочил. Так что все, пойдем и сейчас загрузим наш каяк. И в путь-дорожку отправимся. Ну там вот что-то рубят товарищи. Вон, слышите? Сопором работает. Спланируют дерево завалить, наверное. Да, они, ребят, серьезные. Правда, пень какой-то крупноватый выбран. Да, пень, конечно, крупноватый. Ты с ним что хочешь сделать? Ну вот у нас еще один ниндзя. Хворостину себе выстругал. Не хворостину, а розу. Розгу. Я говорю, кого сечь-то будем розгой? Кабана или косулю. Кабана или косулю? Да. Хрена себе. Что за пастомроды? За что их сечь? Просто так, еще ее надо в воде помочить, чтобы еще больнее было. Да, ты прям какой-то специалист по розгому. Так, ну что, загружаем ватерфлай, дорвем когти. Вот он наш ватерфлай. Сейчас мы его загрузим и отправимся по пути. Немножко мяты соберем. Так, Лёва, ты там в воду не свались вместе со своей розгой. Я ее домой повезу? Домой повезешь. Да, мы всегда что-нибудь домой привозим. Какую-нибудь палку из леса или дрыну. Сегодня будет розга. Так, ладно, все. Всем большое спасибо. Мы с вами обязательно еще увидимся. Пока.